У казахстанцев выросли затраты на тои. Причем платить больше вынуждены те, кто устраивает праздник, ведь в ресторанах поднялись цены и гости, которые по традиции приносят деньги в конвертах. Сколько же теперь дарят на праздниках, поинтересовалась Анастасия Новикова. Айжан Ермек Кызы собирается на день рождения. Женщина уверена, лучший подарок деньги. На них именинник может купить себе, что пожелает. Вот только эта статья расходов стала очутимо бить по семейному бюджету. Траты на дни рождения, тои или поминки в последний год заметно выросли, говорит Айжан. За неполный январь она потратила почти 100 тысяч тенге только на походы по гостям. Год назад, например, если из семьи я один человек шел на праздник, я относила 10 тысяч, 12 тысяч. А сейчас с такой суммой в ресторан не пойдешь, конечно, потому что не окупает это даже твой расход. И приходится 15-20 тысяч. Это если один человек. Но если мы с мужем поедем или еще я захвачу одного ребенка, нам, конечно же, будет 30-35. Сумма неподъемная, говорят многие казахстанцы. И признаются, на то и стали ходить меньше. Ведь у некоторых денег хватает лишь на коммуналку, продукты и детей. 5-10 тысяч сейчас уже не подаришь. Это совсем мало. Обычно 1015-20 приходится дарить. Поэтому я сейчас чаще всего хожу к близким, родственникам и друзьям. Лучше я им хорошую сумму подарю. Остальные праздники пропускаю. У нас намечается 50-летие нашей родственницы. И мы дома пообщались, посоветовались и решили не ехать, а отправить деньги. На торжества уже многие не ходят. Рестораторы отмечают, несмотря на рост расходов, люди ходят на дни рождения и свадьбы. В декабре в этом ресторане за вечер принимали около 150 человек. Сейчас наступило небольшое затишье. При этом, по словам рестораторов, банкеты стали дороже. Если год назад средний чек на человека составлял 8-9 тысяч тенге, то уже сейчас не меньше 12. В этом году в связи с ростом инфляции и росту купочных цен, цены на банкеты повысились на примерно 10-12 тысяч. В принципе, незначительная цена, но все равно поднялись, потому что цены на мясо поднялись, овощи, фрукты. Я считаю, что до конца года, ближе к теплому периоду, цены снизятся. Если же цены продолжат расти, то то и станут недоступной роскошью для казахстанцев. И позволить себе посещение праздничных и ритуальных мероприятий смогут лишь граждане с доходом выше среднего, либо начнет меняться формат проведения таких встреч.